Сегодня отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. Его цель привлечь внимание к этому опасному легочному заболеванию. Победить его полностью пока не получается, но методы лечения и диагностики постоянно совершенствуются. С недавних пор определить наличие заболевания у пациентов стало значительно проще. После того, как в республиканском противотуберкулезном диспансере заработал автоматизированный комплекс. Светлана Некрасова о преимуществах автоматики над ручным трудом. К ручному труду в бактериологической лаборатории республиканского противотуберкулезного диспансера теперь практически не прибегают. Специалистам больше не приходится смешивать по нескольку раз пять видов жидкостей, чтобы наконец получить результат анализа. Все манипуляции выполняет новый автоматизированный комплекс. Чтобы перечесть все его плюсы, пальцев одной руки не хватит точно. Количество исследований выросло с 10 до 96 в день. При этом комплекс исключил возможность воздействия так называемого человеческого фактора. Перекрестного инфицирования, это когда бактерии туберкулеза могли попасть из одного образца в другой, теперь тоже нет. Кроме того, найти инфекцию медики отныне могут и в тех образцах, которые раньше для исследований были просто непригодны. Предположим, пациенты, которые поступают для оперативного лечения с какими-то образованиями в полости легких, которые необходимо после проведения оперативного вмешательства дифференцировать. Метод выделения ДНК микобактерий туберкулеза со 100% невероятностью в этом операционном материале позволяет обнаружить микобактерии туберкулеза, то есть подтвердить диагноз туберкулез или исключить данный диагноз. При этом скорость исследования выросла в разы с 2-3 недель до 2-3 дней. Для пациентов, больных туберкулезом, это крайне важно. Во-первых, само долгое ожидание диагноза приносит человеку немалые моральные переживания. К тому же он не знает, опасен ли для родных и близких. Впрочем, самый большой плюс нового метода – это возможность назначить адекватное лечение сразу. Раннее начало правильного лечения. То есть человек, в том случае, если бы не было этих аппаратов, 3 месяца растет палочка на обычных средах. Представляете себе разницу, да? На аппарате БАКТЕК за месяц мы уже знаем чувствительность за полтора максимум. А вот с помощью аппарата ПЦР мы фактически на следующий день уже знаем устающего или чувствительного палочка. И мы можем начать лечение сразу. Кстати, подобных комплексов в стране немного – всего около 40. Но сравниться с нашим по комплектации и количеству исследований может разве что аппарат, который находится в Центральном научно-исследовательском институте туберкулеза в Москве. Удивляться, впрочем, нечему. Диагностики в нашем тубдиспансере уделяют пристальное внимание, как и лечению заболевания. Только за последние пять лет учреждение закупило почти 450 единиц техники на сумму 125 миллионов рублей.